Добрый вечер, Слаутич! Мы продолжаем цикл прямых эфиров по пятницам. Мы встречаемся с лучшими людьми нашего города, точнее, с руководителями различных предприятий, учреждений. И специально для того, чтобы вы могли поинтересоваться в них теми или иными событиями в Слаутиче, задать вопросы, на которые вы долго пытались найти ответ, но так и не могли. Телефон прямой линии 23621 заработает буквально через 5 минут. А пока я представляю вам собеседницу Первого канала, Лупсякову Татьяну Владимировну. Между прочим, помощник директора КПУ ЖКХ по экономическим вопросам, который знает все ответы. Ну, кстати, я потом вам чуть позже задам один вопрос, может, вы на него тоже знаете ответ. Ну, первый, наверное, все-таки подходит к концу отопительный сезон. Каковы итоги, с вашей точки зрения? Ну, отопительный сезон еще не закончен. Могут быть жалобы на то, что жарко в квартирах. Да, есть такие вопросы. Мы имеем два дня температуру выше средней, то есть у нас температура 3 дня плюс 8, мы можем отключаться. Мы имеем сейчас два дня, сегодня будет третий день, было плюс 10, плюс 11. Сегодня будет тепло, но мы ожидаем на два дня ближайшее похолодание. Поэтому, чтобы в празднике люди не мерзли, все-таки оставили отключение, будет проводиться 10 часа. То есть на Пасху будет еще тепло? Причем будем отключать отопление, горячую водичку хотим оставить на весь апрель, но посмотрим, как у нас будут обстоять результаты с лимитами газа, получения. То есть будем топить либо мы, либо зеленая энергия, точнее, эко-когенерация. Но если есть желающие отключиться прямо сейчас, это законом предусмотрено. ОСББ может обратиться к нам, мы можем отключить дом. ОСББ-то у нас нет. Но одно-то есть. Но одно-то да. Даже два. Ух ты. Хороший следующий вопрос. Реализовано потребителям в этот аппетельный сезон 68 тысяч гекалорий. Взято газа на 71 миллион гривен. Из них оплачено 61 миллион гривен. Кроме того, у потребителей есть долг перед КПУ ЖКХ. 37 миллионов гривен. Из них 29 – это население. Понятно. То есть это краткие итоги. А можно сравнить, скажем, с предыдущим годом? Мы больше потребили, меньше? Вот не могу не отметить сокращение потребления тепловой энергии. Мы вошли в отопительный сезон 16-17. В конце года мы уже практически везде установили счетчики. И имели цифры потребления тепла. И сейчас мы, ну там имели практически год, здесь имеем практически год, отопительный я имею в виду. И у нас сокращение потребления тепловой энергии на 16%. То есть это результат проведенных работ летом, наладок, отладок, утепления. Но еще нам есть куда стремиться, еще есть где утеплять. И здесь, кстати, уже должны активно подключаться жители. Касается придомовой территории, касается подвалов, касается чердаков. Чтобы эта работа не останавливалась. То есть это должны делать не только работники УЖКХ, но и вы предлагаете, чтобы этим занялись пока не вошедшие в ОСББ жители города. Проявили инициативу, я бы сказала. Потому что желающих, я так понимаю, уточнее работ провести нужно много, а работы проводятся там, кто этого хочет, кому это нужно. Поэтому нужно заявить о своей потребности проведения этих работ. Или проявить даже инициативу, как вы предлагаете. Хорошо. Вот у нас был звонок, он как бы немножко противоречит вашему желанию или вашему решению. Точнее не вашему, я так понимаю, это согласованное решение с исполкомом, да? Перенести отопительный сезон, то есть закончить 10%. Да, да, согласно решению исполкома мы отключаем отопление. Так вот там женщина очень так нервничала и говорила, ну как же так, мы же платим за горячий воздух, мы платим за то, что, ну как бы, за окружающую среду, это бесхозяйственно. Нельзя ли просто вот прямо сегодня или сейчас отключить отопление, ведь днем там до 14, до 16 градусов доходит? Отключить отопление не проблема, чтобы отключить отопление нужно 2 часа, и котельная остановится. Но впереди похолодание, запуск котельной это уже другая история. Сколько нужно запуск? Для запуска нужно 4 часа, но это будут вопросы с системой, с сетями, потому что остановить 2 котельных непросто, вот в этом нюанс технический. Понятно, ясно. А вы уже переговорили с зеленой энергией по поводу, ну я думаю, что замечательное решение, чтобы была теплая вода в доме в мае, потому что это вечная проблема, мае обычно бывает холодное, особенно когда там расцветают некоторые деревья. То есть они уже согласны, они уже идут на это, или это пока предварительные переговоры? Это пока предварительные переговоры, потому что они посмотрят, как будет в апреле, как это будет, как сложится, потянут ли они, во-первых, как сложится экономическая обстановка в оплатах, проплатах, потому что они заинтересованы в оплате денег, они с долгом в 29 миллионов работы с населением не будут. Ну понятно. Хорошо, я напоминаю, телефон 23621, пока в нашем распоряжении, Татьяна Владимировна, во втором блоке мы предполагаем, что будет другой человек, это Михаил Борисович Инкаренко, он в основном будет отвечать на вопросы относительно будущего и ОСББ, ну и кроме того еще некоторые вопросы по газу и так далее, но тем не менее. Итак, мы пока задаем вопросы Татьяне Владимировне. Кстати, Татьяна Владимировна, а был такой вопрос, а почему мы задаем вопросы Татьяне Владимировне, а не директору ЖКХ? Ну я сюда попала только после указания директора КПЖКХ, он, к сожалению, сейчас в отпуске и не находится в городе Славудичи. То есть он за пределами города? Да, он за пределами города, и он узнал об этом уже, увы, в отпуске. Но он вообще управляет процессом, да? Кату, конечно. Или вы управляете процессом? Нет. Нет. Хорошо. Почему март считается, вот мы слышали на планерке в исполкоме, видели в репортаже по вашему телевидению, почему март считается холодным месяцем? На самом деле, ну более холодный был февраль, там были минуса, там минус 16, минус 15, а вот там сказали, что самый холодный – это март месяц. Ну мы смотрим на среднесуточную температуру, расчет среднесуточной температуры. По марту он был минус 2,9. В тарифе по нормативу минус 0,1 градуса. То есть он был холоднее, чем норматив, и незначительно теплее, чем февраль. Дело в том, что там рассчитывается среднесуточная температура. Если, например, в феврале были пики, просто непродолжительные, то в марте очень долго было холодно. Те же минус 10 держались не одну ночь, а достаточно долго. Хорошо. Телефон 23621. Напоминаю, прямой эфир. У меня заканчиваются вопросы. Точнее, они сейчас, конечно, только начнутся, но все же. Жители спрашивают, имеют ли, а точнее, они хотят в обязательном порядке присутствовать при снятии счетчиков, показаний счетчиков по съему теплоэнергии. Насколько я понимаю, это вопрос не к вам, а к УЖКХ, но как вы к этому относитесь? Ну, вопрос так. ЖКЦ, исполнительным услугом являемся мы, мы их нанимаем. И мы только за это, чтобы это все было открыто, прозрачно, чтобы жители видели, как это происходит, какие там цифры. Вот они как раз и хотят. Можно это назвать элементом недоверия, потому что они говорят, что мы не хотим, чтобы цифры снимали представители ЖКЦ и работники, живущие в нашем доме. Мы хотим, чтобы нейтральный человек был. Да без проблем. Я думаю, что стоит обратиться в ЖКЦ с этим вопросом, и никаких сложностей и нюансов с этим не будет. Мы только в этом заинтересованы. Понятно. Хорошо. Что будет с поверкой счетчиков? Ну, их там периодически надо проверять. Вы будете этим заниматься или кто? Вот. Касательно поверки теплощетчиков. В новом законе, то есть в законе про коммерческий облик, предусмотрено, что поверкой обслуживаниями ремонтами занимается оператор сетей, технических сетей. Сейчас, на данный момент, это КПУ ЖКХ. В дальнейшем, возможно, это будет славутич теплосети уже в новом отопительном сезоне. И этим законом предусмотрены взносы на поверку, ремонт. То есть эти деньги будут выставляться, потраченные на поверку счетчика будут выставляться жителям в качестве взносов. В законе предусмотрено полгода на разработку механизма расчета этих взносов, но его по сей день нет. КПУ ЖКХ со своей стороны посчитало все затраты, которые могут быть по поверке счетчикам. Причем там предусмотрено законом, каждый счетчик выставляется только тем, кто им пользуется. То есть если в доме два подъезда, два счетчика, каждого подъезда будет своя цена. Но как применять эти суммы? Делить их на год, на пять лет, на период поверки счетчиков? Этого механизма еще нет. Поэтому цифры есть, в исполком мы их подали. Ну пока нет механизма, будут рассматривать, смотреть. Наша общественная комиссия проверит эти тарифы, эти взносы. Счетчики проверяются как каждый год или раз в пять лет? Согласно счетчикам. Счетчики могут быть установлены разные. У каждого из них свой период поверки. Да, но в основном пять лет. В основном пять лет. И ориентировочная цена? Поверка одного счетчика, наверное, в районе трех тысяч гривен. Понятно. Спасибо. У нас есть звонок. Алло, мы вас слушаем. Алло. Нет звонка? Все, он сорвался, звонок. Ну что ж, меня обманули. Белгородский 4. У нас еще в 2016 году мы купили свой теплощетчик. Сейчас у нас два теплопункта. Первый, второй подъезд, третий, четвертый. Можно ли установить два теплощетчика? Ну то есть один на первый, второй, другой на третий, четвертый. Как вы ответите на этот вопрос? Ну тут надо смотреть технические данные этого теплопункта. Пригодно оно, не пригодно ли оно для установки. И подойти к этому именно с технической точки зрения. Да, в принципе можно установить счетчик. Если есть такая возможность, можно его поставить. То есть проблем нет в этом деле? Ну надо только техническую часть посмотреть. Хорошо, сейчас как бы перейдем от тепла. Напоминаю, телефон 23621, вы можете звонить и задавать вопросы. Перейдем к видео вопросу. Причем сегодня два человека нам прислали примерно одинаковую картинку. Я хочу вам показать. Я сам был сегодня в центре города в районе 10 часов. Ну впечатление потрясающее, честно скажу. Я давно не видел такого. Ну все, лучше посмотреть. Итак, видео вопрос. Итак, видео вопрос. Причем просьбят прокомментировать. Вот то, что снято и нам передано. Ну я, откровенно говоря, утром видел мощнее. Это было где-то высотой метров пять, и люди просто так разбегались от трактора. Вопрос такого характера. Покомментируйте, пожалуйста, смысл этого действия. Пылесоса технического нет. Кроме как распушение песка объяснение не нахожу. Зато знаю, что потом будет еще грузовик, трактор с ковшом. Шесть человек с лопатами, эти шесть рабочих лопатами соберут песок ковш трактора. Трактор едет к грузовику, высыпает песок. КПД посчитайте с учетом горюче-смазочных материалов, плюс зарплата всех рабочих. И что же это получится, недорогой ли это песок? Почему так не убирает снег с дорог? Ну что имеем, тем и убираем. Было бы неплохо иметь у себя пылесос. Но эти все работы ведутся за счет местного бюджета. Местный бюджет не так богат. Поэтому как есть, так и убирается. Да, возможно, это неэффективно. Но других путей, других способов, как подмести песок, затем в кучки сложить, погрузить и увезти, пока нет. А снег убирать таким способом. Если бы у нас хватало денег убирать снег, кроме того, чтобы его чистить, можно было бы его и убирать. То есть вся проблема, я так понимаю, отсутствия у вас дополнительных средств, ну, чтобы купить соответствующий трактор. Насколько я понимаю, есть же где-то, я где-то видел, по телевидению, правда, трактор, который с водой смачивает. Ну, то есть можно водичкой полить сначала. Был бы у нас такой трактор. Вот. Ну, я так присматривался, на нашем тракторе вот такого, ну, как бы, удлинения от воды нету, и бака с водой нет. Ну, который бы сначала смачивает, а потом спокойно вот эту вот грязь, получившуюся, убирает в стороночку. Такого, я так понимаю, у нас трактора нет, потому что у нас нету денег, да? Да. Нам бы дороги залатать. Да. Кстати, когда начнется ремонт, ямочный ремонт? Ну, я так думаю, как-то позволит погода, так будет финансирование, так и начнется. Я так понимаю, погода, финансирование и наличие асфальта на заводе еще, да? И я так понимаю, что учитывая, что мы не такой большой город, скажем, как Чернигов, то есть мы там будем стоять явно не первыми. Явно не первыми, и они смотрят на наши объемы, сколько нам нужно асфальта. Естественно, им интереснее обслужить тех, у кого объемы намного больше. Ну, конечно, да, где большие объемы, тех они и обслуживают. Ну, посмотрим, будем искать. Будем искать, есть такой фильм. Так, а, кстати, у нас сегодня Страстная Пятница, наверное, поэтому вам так везет, никто не хочет звонить, все уже готовят Пасхи, не хотят задавать какие-то сложные вопросы. Дома тепло, на улице пыли уже нет, вечером, насколько я понимаю, эти машины пылеуборочные не работают, поэтому я еще раз напоминаю, 2.36.21 у вас есть возможность задать вопрос Татьяне Владимировне, и она вам расскажет все относительно экономики у ЖКХ. Звонков, как видите, нет. Нет, по-прежнему, звонков. И у меня практически... О, есть звонок, видите, как хорошо. У меня один вопрос еще остался. Алло, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер. Добрый, Надеюсь. Татьяне Владимировне вопрос. Да, пожалуйста. У ЖКЦ такой телефончик 2.10.15, где мы можем, так сказать, проверить свои начисления по квитанциям. Да, болтен. В период, когда с 1 по 20, вообще не берут трубочку. Звонишь в приемную, направляют на тот номер, говорят, по каким дням. Целый день звонишь, трубочку не берут. Попробуйте сказать об этом в приемной. Спасибо. Действительно, попробуйте сказать об этом в приемной. Я думаю, что в этот момент они как раз подсчитывают, наверное, в описании платежки, и мне когда, может быть, это... Ну, с 1 по 20, 20 дней. Ну, с 1 по 20 много, да. Ну, всякое может быть. Люди в отпуске или еще что-нибудь. Я думаю, что в приемной можно все эти вопросы уточнить. Но это ЖКЦ, я думаю, они обратят на это внимание. Да, это вопрос не совсем к вам, потому что это вообще подсчетами они воспроизводят, считают ЖКЦ. Поэтому это вопрос к ЖКЦ. Почему они так плохо? Или так считают, что аж телефон не могут поднять. Понятно. Напоминаю, 2.36.21. Это наш вопрос прямого эфира. Вы можете узнать самые нужные и самые важные подробности о работе КП у ЖКХ. Ну, и... Осталось вот... Такой сложный немножко вопрос. Ну, задам, а что же делать? Говорят, вам сложно работать с зеленой энергией. Вы не всегда находите общий язык. Конечно. Где стыкаются экономические интересы, всегда возникают трудности. Они хотят свою стоимость. Мы можем себе позволить только такую стоимость, потому что у нас есть утвержденный тариф. Понятно. И мы работаем только в рамках этого тарифа. Да, тем более, что им тоже утверждает тариф исполнительный комитет, как и нам. Но поскольку они еще не работают с потребителем напрямую, возможно, это изменится в новом отопительном сезоне, потому что у нас появится новая фирма, новое предприятие коммунальное, дипломер Ильич Славутич. Это будет как бы посредник между вами и жителями, и ими и жителями, да? Они будут транспортировать тепловую энергию. Отвечают за транспортную энергию, транспортирование энергии. Да. Это не удорожит, кстати говоря, еще одна фирма, еще один директор, еще один бухгалтер. Ну, как считает наша власть, это не должно увеличить тариф. Но я, как экономист, вижу только увеличение тарифа. Ну, посмотрим, как это все будет. Ну, это же у нас же, понимаете, есть еще такое понятие, как политическое решение. Принять. Ну да, ну да. Мне тоже кажется, что разделение от, скажем, одной большой фирмы на десяток мелких не обязательно как бы удешевит процесс. Ну, я вам, как работника ПУЖКХ, скажу, что нам это очень не нравится. Я понимаю. Мы в этом очень не заинтересованы. Я понимаю. Вас забирают, ну, как бы, производственные объемы и так далее. Ну, вообще, результатом всего этого реформирования по-хорошему станет сокращение персонала ПУЖКХ. Ну, я понимаю, что, вот, скажем, условно говоря, персонал, который уйдет, персонал, который нужно будет нанимать в новые фирмы, это ваш бывший персонал будет, я так понимаю. Так же было с водокомаром. Было бы хорошо, если бы было бы так. Но пока, к сожалению, не на тепловых мережах не працюет никто из админу аппарата. КПУЖКХ не в водоканале. Но в водоканале есть некоторые люди. Я думаю, что эти пасси тоже будут. Но с другой стороны, а как же получается, что функции они у вас забрали, а людей вы у себя оставили? Вы же не имеете право. А тут, понимаете, вот касательно тепловых сетей, не так-то уж они функции сильно и ушли от нас. Потому что сейчас договор формата обслуживания. То есть они обслуживают наши сети. У нас остались сети, у нас остались работы, отчеты, введение всей документации, разрешительное, лицензирование и так далее. Потому что объект никуда не ушел. Ни бухгалтерия, обслуживание материалов, складов и так далее. Они просто забрали персонал, который был у нас на подразделении тепловых сетей. Поэтому все, что касается персонала, да, все это ушло. Понятно. Ну что, я тянул время как мог. Видите, даже заинтересовался, как они делятся на разные отдельные категории. Спасибо, Татьяна Владимировна. Звонков нет. Страстная пятница. Люди не хотят заниматься заботами. И точнее как. Ну, сегодня фактически, ну, а та неделя одна из первых таких вот весенних недель. Весенних, да. Когда закончилась зима. И вот реально она закончилась. Хотя вы утверждаете, что еще на Пасху, ой-ой-ой, еще погода изменится. Ну, жизнь показывает, что народ это не интересует. На первом месте Пасха и тройной праздник. Поэтому с вас наступающим праздником. Спасибо вам. Спасибо. Всех так же с наступающим праздником. Ну, а мы, дорогие зрители, встретимся с вами через пять минут. Мы сейчас посмотрим рекламу и объявления. Ну, а потом вас ждет Михаил Борисович Шинкаренко. Я надеюсь, к нему вопросы у вас есть. Добрый вечер, славучане. Продолжается наш прямой эфир. В первой части мы с вами разговаривали с помощником директора КПУ ЖКХ Татьяной Владимировной Лупсяковой. А сейчас Шинкаренко Михаил Борисович. Человек, занимающий более высокий пост. Поэтому к нему более сложные вопросы. И замгородского председателя, если вдруг забыли, кто такой Михаил Борисович. Я задам один вопрос, который мы и задавали Татьяне, но с моей точки зрения, с власти это, наверное, тоже нужно оценивать. Вот с вашей точки зрения, были какие-то сложности прохождения отопительного сезона вот в этом году? Добрый вечер. Ну, по-перше, хочу привітать всех с предыдущими святами, с Пасхой, с Воскресеньем Господнем. Такое свято великое. Тому божаю всем и мясного здоровья, и успехов, и всего іншего. Ну, а с привода вашего питания, да, безумовно, цей опальный сезон видався досить складный для Славутича, но не только для Славутича, а в целом для всей Украины. Потому что, ну, майже вперше, скажем так, ответственность за начаток опального сезона была целиком перекладена на место с боку государства с урахованием процессов децентрализации и, соответственно, делегирование повноважений по формированию тарифов, по сплате за спожитый газ. Мы на початку опального сезона стикнулись с такой ситуацией, что, если на протязи минулих роков с политичных каких-то меркуваний, с электоральных подобаний, ну, держава закривала, скажем так, очи на ту проблему по несплате за спожитые энергоносии, по заборгованості населення. Какоесь это питание регулировалось. Отримали предприятие ТЕК газ, не сплачували за него в повном обсязе, накопичували борги. В наступный опальный период сезона ситуация погрешилась. Всі, начебто, понимали, что так оно и есть. Приймали решение восстановить газопостачание. Ну, и какось склалось таке вражение, что таке может... Так можно продолжаться и дальше. Да, так может быть и дальше. Ну, так склалось, что ситуация изменилась, и были выставлены жесткие умовы по выполнению своих финансовых обязанностей. И помнимо начаток опального сезона, когда была, наверное, отрезана газовая труба, Славутич не отривала газ, ну, как и многое место в Украине. Мы знаем, что и Смила, и Шепетівка, и Павлоград. Так можно безлече место назвать. Тогда было принято решение, что мы беремо это вопрос под жесткий контроль и какую ситуацию необходимо исправлять. Ну, так, для сравнения цифры, на виду, что если мы возьмемо борг за спожитый газ на 3.01.2017 года, то есть это минулый опальный сезон, начаток сечня, он складывал 101 миллион гривен. 101 миллион гривен. Ну, у меня данные на 6.03. Это с сайта Нафтогаза заборгованость за спожитый газ 62 миллиона гривен. Тобто, даже, навіть за рахованием тих 16 миллионов, которые было необходимо сплатить на начаток опального сезона, чтобы отриновать газ, мы замечаем, что есть источное скорочение заборгованости. Зараз это вопрос, оно и міським главой стоит на особистом контроле. Я особисто занимаюсь этим вопросом. Тобто, мы на сегодняшний день витримуем ті вимоги, виконуем ті вимоги, которые Нафтогаз выставляет по отриманию номинаций. И, я думаю, что, если проанализовать ситуацию, в первую, майже, в березні месяце мы наперед мали номинацию. Если в минулых периодах номинация за спожитый газ подтверждилась 25 числа, наступного, за періодом споживания, то в березні месяце мы вийшли на той, скажем так, алгоритм работы и график работы, что мы уже мали номинации на декаду наперед. С начала березня такая ситуация была у нас проблемная ситуация в середине опального сезона. Вы тоже також помните, когда было обмежено газопостачание. Но уже по тому инциденту надавалась информация. Славутич выполнил все свои обязанства. И мы столкнулись с ситуацией, когда с боку принятия от этих постанов Кабинета Министров, изменения законодательства, возникла затримка с оплатою пильги субсидий. Нафтогаз не пошел на зустріч. Мы рассчитывали, что мы, с своего боку, выполнены, завязаны даже перевикнули, потому что от нас залежало, это плата самая от КПУ ЖКГ, там даже перевиконание было на 4,5 млн. На жаль, то, что пильги субсидий затримали на день, реально на день, и Славутич был, я уже сказал, один из четырех мест по всей Украине. И един по Киевской области, кто 26-го в день финансирования этих пильг субсидий спромехся сплатить цих грошей, направить на рахунки Нафтогаза, но Нафтогаза не в принципову позицию, что если бы они надошли 25-го, бы номинацию отримали, 26-го – нет. Но мы вошли из этой ситуации, я говорю, в березнем месяце мы уже мали номинацию наперед. Ну, тут я так думаю, что выникнет питание, а чего ж у нас начебто были такие чутки, там, обмежение газопостачания 1-го квитня, чему там не подготовились. Да, да, да. Есть такой вопрос, почему вот 1-го апреля, ну, во-первых, смешно продлевать КАЗ, как бы, договор 1-го апреля, а во-вторых, ну, как бы, заранее было понятно, что 30-го или 31-го марта закончится газопостачание. Ну, дивися, постанова Кабинета Министров, в которой регулювалась цена на газ для населенных для предприятий ТЕК, она была, діяла до 31-го березня 2018-го року. Позиция «Нафтогаза», опять же, особисто в их перемовине, позиция «Нафтогаза», пока не будет постановы Кабинета Министров, мы кроку не сделаем. Да, мы ничего не будем. Бо мы не понимаем, по какой цени мы должны надавать вам газ. 31-го, 03-го вступила в дію постановы Кабинета Министров, яка продолжила термін дії того положения по газопостачанию для объектів ТЕК, которые надают послугу за теплопостачание для населення, она была продолжена до 1-го, 0-го, 2018-го року. 31-го. 1-го числа, 1-го, 04-го, это был вихедный день, мы отримали від «Нафтогаза» додатковые проекти додатковых угод на постачание газа. И цего же дня, не враховываясь на то, что это был вихедный день, предприятие КПОЖКГ завезло ци, подписало и завезло ці додатковые угоды до «Нафтогаза Украины». Ну, за урахованием того, что мы на протязи опального сезона виконули всі финансовые свои вимоги, мы отримали возможность надалі надавати цю послугу. Чего мы надаємо ее зараз? Я думаю, что это вопрос было уже, может быть, пояснение надавалось. И единственное, что хочу сказать, с урахованием того, что у нас 100% обеспечения при ледемеобліку, а они стоят на узлах в воду в будинок, по каждому будинку есть возможность самостоятельно принятие решение по пропинению цього опаления. Або зменшить его споживание до минимума, або взагалі отключить. Единственное, что для этого необходимо, если есть уповноваженный, кто из будинка занимается регулированием этих приладей обліку, то они должны поведомить ЖКЦ, оно, в свою очередь, поведомляет ЖКХ для того, чтобы утримать гидравличный баланс в мереже. Если нет такой ответственности то решением большинства жителей можно сделать заявку на ЖКЦ, они оперативно реагируют и обмежать полностью, а до минимума снизить постачание тепловой энергии на будинок. Но перед тем, как принять решение по продолжению или закінчению опального сезона, было проведено опитывание инициативных групп мешканцев будинки, обзоняли всі представники и большинство из этих людей 74 из 110 будинків висказали за то, чтобы прекратить опаление або после Пасхи сразу, або продолжить до 15.04. Поэтому нам было принято решение продолжить работу КПО ЖКХ по виробнице тепловой энергии и не оставить население и мешканцев на свята, на такие великие свята без послуги опаления. Бо есть разные думки. Хтось каже, что очень жарко и на что витоке, а ктось каже что сейчас отключится, будинки не прогрелыся, пойду плеснява, пойду сиристь, дети начнут болеть, поэтому были приняты именно такие решения. Но еще раз наголошу, если большинство жителей считает, что это зайва послуга, они могут ее обмежать. Кстати, есть длинный вопрос, но у него практически ответили, я его фрагментом сообщу, если жители посчитают, что им хватит тепла, они могут самостоятельно в своем доме закончить адаптивный сезон, просто отключить? Безумовно. Безумовно. А давление не изменится в системе, то есть они не навредят всему городу? Я говорю, если будет поведение ЖКЦ и, соответственно, ЖКГ, они отрегулируют это вопрос, снизивши и потужность производства тепловой энергии, и с урахованием технических возможностей отреагирует гидравличный тиск в мереже целиком. Понятно. В принципе, для тех, кто звонил, в частности, мужчина звонил, что если вам понятен этот ответ, в любом случае, для того, на целом дому или подъезду, надо это согласовать с представителями ЖКХ, чтобы не навредить, условно говоря, всему городу. Попередить, просто попередить. Ну, или предупредить, да. Поэтому, если у вас жарко, понятно, что сегодня было 16 градусов у нас на термометрах, конечно, отопление в такое время не совсем противоместо. Но, с другой стороны, сейчас Татьяна Владимировна говорила о том, что будет похолодание. Напоминаю, телефон прежний 23621, можно еще звонить и задавать вопросы. непосредственно заместителем мэра Михаила Борисовича Шинкаренко. А задолженности за газ, в принципе, ну, мы уже как бы рассказали, что они уменьшаются. Вот, а как вообще бороться с должниками, с вашей точки зрения? жестоко, или по-прежнему пряниками? Ну, вы знаете, я займаю невиборную посаду, тому, может, буду сказать такие непопулярные речи. Ну, на мой взгляд, ну, если посмотреть, когда мы идем в магазин, кто-то без грошей отпускает на молоко или хлеб? Нет. Ну, разве что своровать? Ну, разве что своровать? Ну, и когда люди, и поверьте мне, есть люди, которые имеют достаточно большие доходы, там, списки бороться, которые анализировались, они сплачут годами за пожитые послуги, как это можно назвать, как не воровство? Ну, в принципе, да, могу с вами согласиться, но... Ну, дивися, мы часто, ну, я чую, принаймні, я чую, что нас там, порівняют там, Украину, Беларусью, начебто там социальные гарантії, я разговаривал з білорусами, они кажутся, у нас думки навіть не виникают не сплачувати за комунальні послуги, навіть в тій Беларусі, яка вважається там социалістичною державою, три месяца не сплатить за комунальні послуги і твоя квартира реалізуется на аукционе, вона просто реалізуется, забирается, якщо вона не приватизирована, це через суд, якщо приватизировано, якщо не приватизировано, просто приселяється, приселяється в гуртожиток і людина залишається на улице. Тому там у людей не виникає питання, там сплатити за комунальні послуги, це те ж саме, що сплатити за хліб, чи за молоко, чи за інше. Ну, в цьому смысле з електроэнергії все проще, тебе просто приходять і відключають і ніякі, якби... Ну, і не виникає питання у мешканців, чи не виникають скарги на місцеву владу, чи на постачальника цієї послуги. Всі сприймають нормально, тобто не заплатив за електроэнергію, прийшли, відімкнули. Інтернет, ну, давайте подивимося, інтернет, якщо ти першого числа не заплатив, вночі тебе його відімкнули. Де демонстрації, де страйки, що це таке? Чомусь, коли були опубліковані списки, то піднялось... Шуму було багато. Да. Хорошо. І ще було багато шуму, кстати, на последній планерці говорили о том, що дома, які мають найбільші задовженісти, можливо, літом буде рішатися питання відключення домів від комунальних услуг, тому що, ну, наскільки я знаю, московський, по-моему, перший там, 700 тисяч, це, дійсно, сумасшедші суми, ось, 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 я понимаю, що в цьому домі можуть бути плательщики, а рядом живет 10 неплательщиків, що, в общем-то, усугубляє їх життя. Хорошо. Пока вопросів к вам немає, 2.36.21, давайте немножко поговоримо о новому законі о жилищно-коммунальних услугах і о переході на ОСББ. Ну, можливо, будь вкратце, наверное, много не будем, потому что сьогодні, опять же, старостная пятница, люди, как бы, готовятся к Пасхе, ну, какие-то штрихи о том, сможем ли мы, будем ли мы, будут ли ОСББ в нашем городе. Ну, ситуація складається таким чином, що з 10.06. цього року ми вступаємо в дію нової закону о житлово-коммунальним послугам, які, в принципі, в частині утримання будинків та прибудинкових територій, той послуги, який надає КПЖКЦ на сьогоднішній день, воно повністю змінює всю філософію і, взагалі, механізм взаємодії між мешканцями, між споживачами послуги і виконавцями. Цим законом предусмотрена демонополізація цього ринку, введення, там вже не буде такої послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, а буде послуга з управління будинком, яка в себе включає, в тому числі, і витрати на утримання будинків та прибудинкових територій. І там філософія цього закону заключається в тому, що вже мешканці мають таку можливість обирати собі управителя. І управитель по цьому закону він не просто, скажімо так, виконує функції по прибиранню під'їздів чи прибудинкової території, а це навіть більше. Управитель повинен запропонувати мешканцю варіант розвитку його будинку, особистої його будинку. Тобто, що він пропонує через 2, 3, 5, 10 років. Якщо буде усвідомлення саме цього процесу і підход саме до цієї мети, то тоді навіть треба переглядати і ту систему, яка склалась у нас в місті. Бо зараз в нас є ЖКЦ, який відповідає за всі ці послуги. Якщо щось встерпляється, то там вина або КП ЖКЦ, або місцева влада, або всіхто. Тут трошки інша ситуація. З одного боку, держава надає можливість обрати собі управителя з іншого боку. Вона надає мешканцям механізм контролю за використанням їх коштів. Найближчим часом ми на сайті міськради надамо роз'яснення по цьому закону, де буде до кожного мешканця додана інформація, яка філософія цього закону, які механізми там включаються, які послуги має можливість обрати споживач. Тобто, періодичність послуг, перелік послуг, він сам вибирає, за що він готовий сплачувати, яку якість послуг він буде вимагати від управителя, який ще додатковий він буде йому доручати чи навіть знімати із того переліку. Якщо до цього моменту ми маємо такий набір послуг, що хочеш, хіба хочеш, мусиш, ти сплачуєш, то тут уже мешканість вибирає, за що він готовий сплатити, за яку якість він сплачує, за яку періодичність, за яку послугу, поточний ремонт, капітальний ремонт управліття це все повинен роз'яснювати, надавати роз'яснення, показувати розрахунки, прозорість використання коштів. Я зрозуміло, я зрозуміло. Тобто, це якби маленьке таке ЖКЦ, ох, от, я тільки що був дзвонок, сорвався, к сожалению, ну ладно, тоді продовжуємо. Тобто, це якби маленьке ЖКЦ при одному чи двох домах, я так розуміюю. І воно приближено к жителям, і, условно говоря, мені не потрібно йти через весь міст, званити в жоку. Я б не назвав навіть ЖКЦ, це вже мешканець визначається. І це старший, условно, як старший по під'їзду, або старший по двом домах, з яким можна зустрічатися на вулиці і відрегулювати, рішити цей вопрос. Так, ну тут, 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 розумієте, зараз йде підготовка до цього процесу. І, на жаль, я так, якщо якісно змінювати цю ситуацію, то, от, з мого боку, я бачу, що, на жаль, в Славутичі поки що немає відкритого такого ринку конкуренції. Так. У нас є компанія ЖКЦ, яка де-факто, чи де-юре, визнає управляючу компанію, навіть в статуті в неї записано, що на управляючу компанію. Але, якщо закон запрацює на повну, то це буде дійсно такий конкурентний ринок послуг. І тут вже просто бути на цьому ринку це не вихід. Тут ти повинен передоставити якісну послугу. Тут будеш конкурувати з іншими компаніями. Ви розумієте, що, якщо прийде потужний інвестор, я знаю, по... А він прийдет, ви бачите, тут проблема-то в чому? У нас маленький міст. Это как вот в большому місті существует несколько театров, а в маленьком місті одного-то не будет. Потому что это проблема больших и малых городов. Здесь есть разные градации. Що таке ринковий механізм? Що таке управитель? Управитель може бути і фізична особа. Я понимаю. Для цього не обов'язково в штаті отримувати там 15, 20, 40, чи там 80 осіб. Якщо знайдеться людина, яка розуміється на цій справі, вона ці послуги може оказывати за рахунок сорсінга, управлять будинком. Ну, пам'ятайте, может, за царських часів було таке поняття дворник, да? Да. Дворник. Це був хозяин будинку. Хозяин двора, да. К нему можна було прийти і решити все вопросы. Тут філософія закона майже приблизно така. Понятно. Це може бути компанія, яка пропонує комплекс послуг, може бути фізична особа, як вона буде управлять. Мешканці вимагають надання отакої послуги за такі гроші. Ну, предварительно, наскільки я знаю, от ми з Іриною Ніколайовою беседували, багато жителі хочуть бачити управляючі компанії по-прежнєму ЖКЦ. Ну, такий, якби, все-таки старий взгляд остался, ну, причем, ще є час, до іюня це визначається кожній мешканці. Якщо влаштовує, то, безумовно, буде КПЖКЦ управітелем. Ну, то, ну, появляється, з'являється механізм, коли ти можеш вбрати. Якщо влаштовує, ти працюєш, протокол. От, вибираєш раз в год або вибираєш можна кожен місяць вибирати? Ну, по закону на рік. На рік. На рік. Тобто, якщо рік вибрав, то це до кінця року. До кінця року. Тому зараз сказати, що на рік і все, ну, я сподіваюся, що будуть прописані якісь механізми, коли можна достроково розірвати цю угоду. Хорошо, спасибо. Така маленькая лекція була. Я розумію, що на цю тему треба говорити дуже багато, для того, щоб всі жителі, ну, в общем-то, ну, достатньо подробно поняли, як, що і так далі. У нас є дзвонок. Алло, ми вас слушаємо. Доброго вечора. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, во-первых, я хотела бы поблагодарить руководство города за удачну справу, справившись с работой по обеспечению теплом нашого города. Я так, це мое мнение. Спасибо. Так, второй вопрос. Как использується учет и, значит, электроэнергии, ой, в смысле, энергии тепловой в квартирах, где жильцы долгое время не проживают? Как это учитывается и кто на них рассчитывается? И почему нет никакой информации? Так, тоже аналогичный вопрос. Как используется учет энергии потребления и, значит, ликвидация задолженностей в помещениях, которые арендуются или находятся в частном, в личном пользовании, а это общественные. Например, торговые точки и прочие аптеки. Итак, еще, значит, четвертый вопрос. Меня интересует, почему неравномерно распределено сферообслуживание по городу? Например, в Белгородском, Вильнюсском, Лижском нет ни аптечных киосков, нет зверкассы, нет, значит, помещений других подсобных, где бы можно купить даже, ну, какие-то мелочи. Понятно. Вы немножко дальше от телевизора отойдите, потому что у вас немножко заводится. Я говорю вообще далеко. Отлично. Я говорю, я говорю, я говорю, если у вас есть юридическая служба в КПЖКЦ, которая занимается, скажем, вопросами взыскания заборгованостей, если человек тривалий час, или властник примечения тривалий час не сплачивает, то юридическая служба КПЖКЦ обратится к суду, потом решение суду, выполнение службы, ну, и по процедуре взыскание оборогов происходит. В арендованих торговых служб? В арендованих. Значить, якщо це арендоване примечення, то на комунальні послуги є прямі договори з виконавцем послуги. Тобто, не йде розподіл через КПЖКЦ. Ну, наприклад, тут остання ситуація, було питання по аптеке, яка знаходиться в Іриванському кварталу. Були зроблені запити на КПЖКХ, на КПЖКЦ, і є відповідь на тому, що там є індивидуальні договори з КПЖКГ, прямий договор з КПЖКЦ на обслуговування. Ну, ми ж розуміємо, що кожен виконавець послуги заінтересован в тому, щоб своєчасно отримувати сплату за надавні послуги. Хорошо, а одразу питання. А якщо ось цей будинок потрапляє по ОСББ і в підвалі знаходиться яка-то фірма, то ця фірма буде платити по ОСББ? Навіть не обов'язково ОСББ. Новий закон розслуги в комунальних послугах. Він має також відповідь на це питання. Це спільна власність мешканців будинку. І управлитель повинен тоді на користь мешканців будинку заключати договор по оренді цього приміщення і ці гроші повинні поступати на рахунок будинку. Тобто, це в случае є лише ОСББ. І навіть без ОСББ. І навіть без. Хорошо. І о неравномірному розподіленні аптек, хоча мені здається, що аптеки у нас почутені на кожному. Ну, тут ситуація така. Це приватний бізнес. Впливати на приватний бізнес, ну, мабуть, я знаю, що і в Білгородському кварталу аптека була, і в Вільнюському кварталу аптека була. Не прижились. Мабуть, відвідування цих закладів, воно економічно невигідно для власників. Впливати на приватну фірму, що виставляти умови, що ви зробити там. Але я знаю, що зараз нова пошта, і якщо не помиляюсь, то в Невському кварталі бувше приміщення в чатбанку буде заключило договір. Тобто наближено буде до саме... Ну, понятно, всім життям должно понятно, що якщо в вас появився маленький кіоск какой-то, по продажу каких-то мелочей, продуктовий, то хозяйственний, але якщо там ви нічого не покупаєте, вони будуть искати іншого поміщення. Тобто не можна приїжджати, як в советських временах, в кожному кварталі по продуктовому магазину. Такого не можна. Кроме того, ми перешли немножечко на западну систему, коли є так называемі супермаркети, коли люди ходять раз в неделю, там, в субботу, в выходні і так далі, а покупаєт в маленьких магазинах тільки определенні продукти. Поэтому все зависит от вас. Якщо ви не используєте те или іные услуги, які знаходяться срядом, вони уйдуть в другое місце, де будуть іми пользоваться другие люди. Вроди ми на все вопросы женщина відповіли. Напомню, 2.36.21, хотя вже время наше подходит к концу. Я бы хотел ще вашу точку зрения узнать, тем более, що ви видели этот видеоряд з замечательной пылью. Я так понимаю, у нас сегодня один самый яркий вопрос буде от жителей города, які накануне Пасхи увидели, що таке облако пыли, в частності, по дружбі народів. Я, в частності, тоже видел. І на видеоряде, я скажу, это не самая большая пыль была, є ще й поярче. Все-таки, як з цим бороться? У ЖКХ отвечает, що дайте, купите нам дорогу машину, которая там как пылесос помоет і вичистит. Все такое. Тут навіть можна погодити з КПУ ЖКХ. Тут таким уже чого дурні бобідні, чого бідні бодурні. З урахованням того, що у нас техніка, яка є на балансі КПУ ЖКГ 20 років, 15 років, 30 років, вона підлягає вже списанню. І тільки в минулому році було закуплено дві одиниці дорожньої техніки, це оці саме малий тракторці. Закуповували з урахуванням ті гроші, які були в наявності. Тобто, на що мали гроші, на то і витратили. Ну, оптимально було б, щоб у нас був якийсь робот, який би ходив, пылесоси, все збирав, і на зв'язди це відправлювали, на зірки туди, колись в іншу галактику відправляв. Ну, давайте дивіться реально на речі. Викраємо те, що можемо. Розумієте, багато, коли необхідно спрямувати гроші, тому необхідно визначати пріоритети. У минулому році ви знаєте, що там був напрямок встановлення дитячих майданчиків. Дуже активно депутати… Але, по-моєму, вони зараз відділися. Так, депутати за це бралися. Я, як відповідальний комунальне господарство, для мене оптимально було, щоб ми замінили насосне обладнання на ГКНС, поміняли насоси на ВОСі, провели модернізацію котельні, тепломереж, закуповували техніку. Але ж, ну, тут треба знаходити якийсь компромис і дивися. Ну, гарно, що прибираємо. Добре, хороший ответ. Дякую, що взагалі прибираємо. Ну, носіть з собою ліпістки. Це єдине, що можу посоветувати. Беріть і просто не ходіть по дружбі народу, тому що там действительно такий поток. У нас є дзвонок. Алло, алло. Ми розслушуємо. Добрый вечір. Алло. Алло. Сорвався. Сорвався дзвонок. Хорошо. Понятно. В принципі, в принципі, у нас вже 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 відшло. Михайло Борисович нам, в принципі, достаточно подробно рассказав об СББ. Я думаю, що к цій темі ми ще будемо возвращаться не раз, по крайній мірі до іюня місяця ще якби время, з іншої сторони время є, тому будемо дивитися, кожен житель, кожен будинок будуть об'єднятися. Я, правда, був на пару таких засідань і будинок. К сожалению, поки общий язык складно знайти. Один тягне в одну сторону, в другий в другую. А для того, щоб все-таки було у СББ, група людей, мінімом 50-100, має знайти якийсь общий язык. Це найголовніше. Я сподіваюся, що першим кроком в цьому напрямку буде саме дія цього закону, який з 10 на 6 ступає, скажімо так, чинним становиться. Коли люди почнуть працювати з управляючою компанією, якщо зміниться, якщо хтось з'явиться, буде порівняння і розуміння того, що це наша власність, спільна власність, і ми повинні також за нею доглядати, то тоді може буде змінюються свідомість, що треба створити СББ і управляти своєю власністю. Понятно. Ну, видите, маленький місто, а нові люди не з'являються. Вот така проблема. То есть все вже намелькали, все ми вже знаємо людей, які, ну, як би, займаються уборкою піддомових територій, хто поставляє якісь вещи, і вони всі одні і тежі. Конкуренції як би не существує. Ну, Мариуполь прийшла, прибавційська компанія. Ох ты! А це ж даже дальше, чем до нас. Хорошо, при случаю сообщим прибавцам, вони часто приїжджають в наш город. Хорошо, спасибо вам. Нет телефонних звонков, вам повезло. Сегодня, я считаю, що такий вечір, коли не надо ругаться, не надо ссориться, надо мирно встречать предстоящі праздники. Поэтому с наступаючим вас праздником, с Пасхой. І всіх телезрітей ми поздравляємо с Пасхой на этом. Спасибо вам за то, що ви прийшли к нам і відповіли на вопрос немногочисленний, але тем не мене дякую вам. І всіх, хто слухав, то також дякую. Спасибо. До свидания, до нових встреч. В следующій п'ятниці обязательно прямой ефір. С кем? Вот сейчас не могу сказати. Ну, давайте десятого скажем.